всем привет продолжаем вязать с вами сумку вот мы с вами связали уже донышко и сейчас мы будем его пришивать заправляем ниточки и обратите внимание чтобы они находились всем внутри чтобы лицевая сторона у нас была красиво аккуратно берем иголку с ниткой и сейчас мы будем пришивать далее у нас на нашем донышке мы проделали дырочки и обратите внимание чтобы иголка свободно проходила через эти дырочки сейчас с изнаночной стороны мы фиксируем нашу нитку узелок и уже можно пришивать лишнюю ниточку мы отрезаем это та ниточка которая у нас была заправлена ну а теперь аккуратно расправляем наше донышко и начинаем пришивать заводим крючок в ближайшую дырочку в донышке и протягиваем ниточку пришивать мы будем стежками и вот так вот стежками аккуратно мы пришиваем наше донышко теперь обратите внимание когда мы с лицевой стороны пришиваем наше донышко стежками то ниточка хоть она и в тон у нас идет все равно вот это вот видна поэтому с лицевой стороны я советую протягивать ниточку через наше полотно тогда совсем не будет видно тех мест где мы пришили с изнаночной стороны мы просто стежками пришиваем а с лицевой стороны нужно через наши вот петельки продеть ниточку чтобы все смотрелось аккуратно такой донышко у нас получается мы его пришили и теперь можно уже донышко пришивать к самой сумке берем сумку вот она итак берем нашу донышко раскладываем сумочку и можно вот так закреплять булавками посмотрите зафиксировать достаточно удобно ниточки у нас толстые получается грубо но если у вас ничего нету другого то булавочки тоже подойдут другой лучший вариант у нас это фиксировать вот такими маркерами очень удобно их использовать вот так можно зафиксировать прям через петельки и соединяем не поленитесь зафиксировать потому что когда мы будем обвязывать нам это очень поможет так убираем все лишнее и начинаем пришивать просто иголкой с ниткой обратите внимание что мы пришиваем с лицевой стороны но пришивать надо достаточно туго и аккуратно чтобы шов наш не выделялся так через каждую петельку я это делаю за обе стенки и сумки за обе стенки и в нашем донышке за обе стенки желательно пришивать каждую петельку вот так ниточкой аккуратно пришиваем делайте достаточно тугой шов чтобы все было прочно у нас ну вот посмотрите он даже не заметен когда мы его сделаем вот что получается и нам нужно так все донышком пришить вот готовое изделие вот сейчас я вижу немножко что у меня донышко выделяется из сумки видите достаточно большое и так как мы оставили зазоры у нашего синего вот этого донышка мы его можем теперь немножко подрезать чтобы донышко не выделялась вот как я сделала сейчас я довольна донышком посмотрите я прям прям до ниточек срезала убавил наше донышко именно поэтому я говорила делайте больше зазора что потом можно было регулировать видите я его срезала донышко у нас уменьшилось и сейчас я очень довольна сумочкой вот а вязаную часть также оставляйте она нам не помешает что вязаная часть у нас немножко больше осталось теперь мы делаем подклад как я уже сказал у нас по пол метра атласной ткани и клеевой взяла я с запасом достаточно много осталось у меня вот клеевая ткань еще раз напоминаю что есть возможность возьмите ее поплотнее у меня она такая легкая от нее конечно толку не очень много теперь берем нашу сумочку и замеряем высота сумки у меня 29 здесь у нас будет загибаться сейчас я беру листочек и все вам наглядно покажу высота сделаем 28 сантиметров потому что у нас край верхней сумки будет загибаться распрямляем нашу сумочку замеряем ширину и так ширина нашей сумочки 33 сантиметра так вот у нас высота а это ширина я надеюсь видно то что я пишу сейчас я покажу как же нам сделать выкройку как же рассчитать возможно есть другие способы это делать но вот как я делаю я вас сейчас научу теперь замеряем наше донышко все замеры делаем приблизительно не надо прям до миллиметров сделать и так донышко наше 7 на 29 сантиметров вот такое донышко все замеры мы сделали сейчас мы можем делать выкройку вот наша ткань надеюсь видно поправлю вот она высота нашей ткани 28 сантиметров плюс 2 сантиметра мы оставляем на шов вот она мы складываем ее делаем в два сложения ширина в два сложения должна быть 32 сантиметра плюс 2 сантиметра на шов далее мы будем донышко не отдельно делать а сразу вместе будем делать и поэтому мы его тоже должны учесть наше донышко это 7 сантиметров ширины снизу мы просто вот так откладываем еще для донышка и это у нас половина донышка внизу нам нужно дополнительно еще добавить половину донышко как потом сшивать и для чего нам это нужно я вам в дальнейшем покажу чтобы нам не делать отдельная выкройку донышко отдельно его пришивать мы сразу будем все делать вот как вы видите мы откладываем высоту и добавляем половину донышко снизу добавляем к нашей высоте для начала я делаю выкройку на клеевой ткани 32 сантиметра плюс 2 сантиметра на шов 34 сантиметра это у нас ширина но запомним что это ширина нашего подклада в сложенном виде высота нашего подклада 33 с половиной сантиметра это я учла высоту нашей сумки плюс донышко и плюс 2 сантиметра на шов 33 с половиной сантиметра получается высота нашего подклада мы сейчас просто откладываем и делаем прямоугольник 34 на 33 с половиной вот такой прямоугольник у нас получается далее теперь мы находим где мы отложили 34 сантиметра в этом месте мы должны сделать сгиб нашей ткани вот хорошо распрямляем и теперь можно сделать сгиб нашей ткани мы помним что мы отложили только половину и поэтому если мы сложим нашу ткань пополам и это и получится наш подклад по месту где мы отложили 34 сантиметра в этом месте мы делаем сгиб нашей ткани хорошо распрямляем и теперь можно уже вырезать наш прямоугольник аккуратненько надо сложить пополам далее еще раз отложу высоту ширину я уже вырезала высоту отложу здесь у нас клеевая ткань поэтому я пользуюсь ручкой вообще конечно это неприемлемо и на атласной ткани я уже буду использовать специальный мелок ну просто если отмечать мелом то и вам и мне это будет не видно поэтому я здесь себе позволила такую непростительную вещь как использование ручки но ничего все равно это будет внутри у нас клеевая ткань и она у нас не будет видна вот она у нас готовая выкройка из клеевой ткани посмотрите сложена она у нас пополам напоминаю теперь то же самое мы делаем с нашей атласной ткани только запомните что из атласной ткани мы делаем два таких прямоугольника потому что у нас и снаружи и внутри будет красивый подклад можно просто отложить нашу клеевую ткань потому что она не тянется и не скользит и я просто опять не люблю откладывать не люблю делать выкройки пытаюсь максимально упростить себе задачу поэтому я просто по клеевой ткани сделала выкройки из атласной ткани вот они у нас две выкройки и также строго меня не судите потому что я на атласной ткани не срезала кромку можно конечно все аккуратно все это срезать и сделать по правилам вот такой вот большой прямоугольник так теперь мы будем приклеивать нашу клеевую ткань к нашим атласной ткани лицевая сторона у нас остается наружи далее клеевую ткань прикладываем вот такой шершавой стороной колючей к ткани там где у нас самый этот клей находится также аккуратненько все распрямляем сверху мы кладем тоненькую ткань любую я взяла вот такую вот пеленочку тоненькую и теперь уже будем утюгом на высоких температурах гладить надо не просто гладить а вот видите прикладываем на несколько секунд к одному месту приклеиваем к другому месту и вот так надо всю нашу поверхность приклеить хорошенечко после того как ваша ткань остынет только тогда можно ее вот так поднимать и смотреть хорошо ли приклеилась у вас клеевая ткань дайте ткани остыть и потом уже можно проверить как вы видите у меня клеевая ткань хорошо приклеилась я довольна ну на этом все а в следующем видео мы с вами продолжим делать подклад для нашей сумочки я научу вас шить его так чтобы он у нас был двусторонний вот такой на этом все не пропустите следующие видео не забывайте подписываться на мой канал и вступать в группы в Одноклассниках и ВКонтакте ссылки на группы вы всегда найдете в описании к видео увидимся с вами в новом видео пока пока пока